и снова здравствуйте надеюсь не последний раз так как есть некоторые опасения видеть не решил я начать кушать значит кто мне будет в этом помогать в этом помогать мне будет бутылочка живого афанасия ну в данном случае это не фильтрованная из-за чего она потому что она живет 10 дней светлого к сожалению в магазине не было без него к сожалению снимать было бы бессмысленно потому что слишком остро намеревается все быть собственно говоря закуски к пиву предполагаются все сразу открывать не буду потому что все съесть невозможно визуально приблизительно я поделил на вот видите у них можно к пиву можно кофе рисуночек да видеть поделил на то что приблизительно было в одном из первых видео это что-то мучное да то есть вот сделанное что-то мучное мы кладем сюда и что-то мясное рыбное и вот судя по всему сухие бобы с бобами причем здесь чего-то несколько а значит ссылки скажу честно пока не искал ссылки не искал возьмем тарелку для того чтобы с нее можно было потом кушать и давайте определяться с чего начнем нашу дегустацию а собственно говоря можно не 20 сразу заказать как я а заказать 7 тоже ссылочку положу видно нет не совсем понимаю что это давайте открывать даже не знаю в какой последовательности лучше все это дело дело до открыли ну давайте нюхать по запаху ничего удивительного если у вас были коты то вы должны знать что из себя представляет этот запаху а значит жирненькое что-то лосенькое до безобразия давайте пробовать откусывать так вот консистенция примерно вот так вот здесь я предоставляю дайте пробовать да и все а мяу ням ням бам ням абсолютно ничего криминального очень сильно похоже на какой-то специфический хлеб пропитанный острым маслом то есть вот приблизительно что это из себя представляет. Пока отложим, возьмемся за что-нибудь еще. Возьмемся за что-нибудь еще. Все-таки вот, судя по утки, яйцам, это наверное все-таки шея. Утиная шея. Китайцы наверняка это считают деликатесом. Я поэтому с этими догадками наверное отложу эту сторону. Да, судя по всему, это наверное какая-то рыбка. Рыбка, рыбка, рыбка. Рыбка, видимо, с чем-то. Давайте ее и откроем. Вот что она из себя представляет. Более детальное рассмотрение. Судя по всему, здесь присутствует горох какие-то, бобы, ну и собственно говоря рыба. Не знаю, рыба свежая или не свежая. Где-то были мои китайские палочки, которые мне кладут вместе со стеклом к телефону. Давайте все это делаем. Наверное, попробуем. А вот с такого вот кусочка и начнем. Знаете, вполне приятный вкус. Не слишком остро, не слишком сильно пахнет. Отломаться она только не хочет. Отломаем. Так вот, еще кусочек попробуем. Да, вполне, ребят, не так это страшно, как выглядело со стороны. Послевкусие никакого такого вот сильно страшного, безумного нету. Вполне все это дело съедобно. Но здесь у нас, судя по всему, мясо в трех исполнениях. Не знаю, то ли все три попробовать, то ли начать с одного. Дайте, наверное, с одного начну пока. Есть некоторые проблемы с открыванием. То есть, вот несмотря на то, что здесь, видите, достаточно такие большие. Вот вроде взял да надорвал. Не это самое. Не открываются, они гады. Я не могу найти мой нож. Был где-то со мной нож. Искал, но не нашел. Нашел-таки я ножик. Давайте открывать. Значит, что из себя представляет вот этот кусочек? Давайте попробуем вестись камерой. Такой какой-то. Вяленый, невяленый, не знаю, с кунжутиком. Запах, во всяком случае, не вызывает никакого отращения. Вот не знаю, только целый кусок. Это страшно или нет? Давайте попробуем целый. Ну, знаете, для азиатов это, наверное, совсем пресный даже вкус, наверное. На самом деле, остренький. Да, остренький. Не совсем, конечно, напоминает мясо. Может быть, какое-то там вяленое или еще какое-то. Достаточно интересный вкус. Нет, бобы, наверное, не буду пока я бобы трогать. А вот это вот уже интересно. Видите, называется кизберн. Берн это гори. Поцелуй. Огня, видимо, предполагалось это как вольный перевод, либо как дословный. Я подозреваю, что это будет, наверное, очень остро. Вот ее-то мы сейчас откроем и попробуем. Запах, при всем при этом, достаточно такой, знаете, сладкий. По консистенции чем-то напоминает... Это ж не знаю. Мармелад, наверное, напоминает по консистенции. Давайте пробовать. Не знаю, почему это назвали кизберн. Вполне съедобная вещь. Опять же, напоминает какой-то хлебушек, который промаслен, достаточно приятен на вкус. Да, достаточно приятен на вкус. Давайте, наверное, опять бобы. Да бобы страшно. Бобы страшно. Пробовать. Давайте попробуем, наверное, вот такую вот штукенцию. Здесь, видите, нарисован петух или курица. И что-то вот он нам символизирует. Что символизирует, не знаю. Давайте открывать. Значит, что они из себя представляют поближе. Вот такие вот палочки. Ну, явно, какое-то там, то ли мучное, то ли еще происхождение. Давайте пробовать. Вы знаете, очень жестко жуются. Очень жестко жуются. Даже не знаю, с чем сравнить. Пока жуются, во всяком случае, у нас острота не сильно ощущается. Вот после того, как прожевал, после вкусе и есть. Поэтому сделаю-ка я первый глоток пенного. Эти палочки пускай у нас полежат здесь. Я после того, как это видео закончу, я, видимо, их буду доедать. Я их буду доедать и радоваться. Так, ну, здесь у нас что-то рыбное должно быть. Давайте попробуем, откроем и поближе познакомимся. Ну, такая вот штукенция. Давайте посмотрим по запаху. Ну, вы знаете, стандартный запах, достаточно стандартный вкус. кстати, я смотрю на всех упаковках, есть вот такой значок. Есть кто-нибудь из вас, кто в курсе, что этот значок означает, это фирма или что это? Не знаю я, почему там была нарисована рыба. На рыбу это не сильно, на самом деле, было похоже. Так, ну, давайте, наверное, еще вот такую вот откроем девушку. Не знаю, что здесь опять-таки внутри. Это всегда загадка, но по непонятной причине у меня такое ощущение, что вот, то, что я сегодня пробую, все имеет плюс-минус одинаковый вкус. Значит, еще раз дам, знакомая консистенция, знакомый запах. По-моему, абсолютно такой же вкус. Не знаю, хватит мне этого или нет для моего литра пива. Ну, давайте сделаем, надеюсь, не ошибку. Откроем еще бобовое. Посмотрим, что это такое. Вы знаете, здесь, во всяком случае, запах отличается, не совсем могу понять, на что похоже, но отличается. Вы знаете, ничего криминального. Даже немножко сладенький. Хотя, да, немножко даже сладенький. Вот это, я думаю, открою под следующее пиво. Не знаю, там через сколько я смогу себе позволить очередную бутылочку. Пока доедим то, что сейчас здесь. И, в принципе, в очередных видео, наверное, скажу вам, чем все это дело закончилось. Значит, если вы в Азии кушали подобные вещи, они вам нравились, то смело можете заказать либо ассорти, есть 7, рандомно присылает каких-то упаковок, и либо 20. По цене плюс-минус за штуку получается примерно одинаково. Для чего это нужно? Ну, как минимум, то, что в магазинах продается к пиву, мне, ну, реально просто надоело. Там все эти сухарики, какие-то рыбки, не рыбки, гадость, редкость, приелось и все. Здесь, ну, что-то новенькое, что-то интересненькое. Ждем остальные видео, подписываемся на канал, заходим в группу ВКонтакте, оставляем какие-то свои отзывы о полученных посылках, которые вы получали. Ну, и до скорых встреч. До всем все, всем всего. Субтитры сделал DimaTorzok